Здравствуйте, дорогие наши зрители! Вы на канале «Анекдоты от А до Я» от артиста Валерия Астахова и Владимира Ямненко. Знаете, хочется вам сказать, никогда не сомневайтесь в том, что вы делаете, и не слушайте чужое мнение. Ведь не стыдно быть неправильным, стыдно быть несчастливым для себя. Поэтому будьте счастливы, подписывайтесь на наш канал, улыбайтесь, смейтесь. Всего вам самого наилучшего с нашим каналом. А мы начинаем! А как ты думаешь, чебурашка, он мужик или баба? Ну, если рассуждать логично, то женщина. А чего? Ну, потому что у женщины могут только быть такие опухшие уши от сказок своего крокодила. Понял? В метро на станции на лавочке сидят два вдрысь пьяных мужика. Один засыпает, а второй какой-то журнал читает. И тот, что журнал читает, бьет соседа, говорит, «Сказать, ты кто по гороскопу?» Тут спросоня. Говорит, я стилец. Говорит, опа, я тоже стилец. Прикинь, что тут пишут. Для стильцов будет интересное приключение. Тут говорит, ааа, пиздят. Из-за угла выходит мент, говорит, не, не пиздят. Друзья, хочется напомнить вам о нашем конкурсе. За лучший ваш комментарий от нас будут вам футболки с нашими лицами. Поэтому пишите комментарии в ожидании прекрасного. А мы продолжаем. Дружище, ты, как опытный человек, можешь мне посоветовать? Как лучше преодолевать похмелье после вчерашней хорошей попойки? Ааа, дружище, элементарно. Берешь пальцы левой руки и засовываешь себе в рот. Два пальца правой руки в задницу. И все это выбрасываешь наружу. Это если не получится. Поменяй пальцы местами. Дедушка, скажи, а почему бабье лето осенью? Понимаешь, внучок, у этих баб все с задержками. Друзья, я что-то не совсем понимаю. Вот эти плакаты с призывом по всему городу развесили. Они что, ненормальные? Ну, послушайте сами. Ну, что они пишут? Или пить, или машину водить. Так что же это получается? Если у меня нет машины, так и у меня и выбора не остается. Жена возвращается поздно ночью. Муж ее встречает и говорит. Дорогая, ну-ка попробуй мне объяснить, а? Где тебя черти носили двое суток? Дорогой, ты что, тоже их видишь? Звонок в полицию. Алло, командир, прикинь, меня обокрали. Машину раскурочили напрочь. Да, стырили мобилку, стырили руль. Топидали и те свистнули. Адрес Кудратовского, 12. Через пять минут опять звонок. Ой, командир, прошу прощения. Я просто сел на заднее сиденье. Читаю статусы в интернете. Ну, все точно как про меня. Ну, вот смотрите. Когда я бухой, меня трудно найти, легко потерять и невозможно запихнуть в такси. О! Один приятель приходит к своему другу по утряне и смотрит на него, говорит, ого. А что это у тебя такое лицо опухшее? Тут говорит, так это мы вчера со злом боролись. О! Победили? Говорит, нет, осталось. Будешь? Коль, а как у тебя с Галкой? Ай, не спрашивай. У меня с ней натянутые отношения. В смысле? Ну, понимаешь, я ее уже давно хочу натянуть, а она ни в какую. Друзья, куда мир катится, а? Вот скажите мне честно, куда катится мир? Я смотрю на эти цены, это ж ужас, ужас, сколько стоит бухло. Я смотрю, скоро под вокзалом сможет валяться только очень богатый человек. Говорят, чтобы лучше узнать человека, нужно вместе с ним съесть пуд с соли. Да трындят! Хватит и двух бутылок водки. Бе! Друзья, я обратил внимание, что алкоголь увеличивает половое влечение. Да. Я давяще хорошо выпил, лег на пол, а вставать не хочется. Потрахаемся? Галя, ну где твои манеры? Ну ты же леди. А, точно. Сударь, а не хотели бы вы испить вина этим чудным вечером? Ну и поебаться. У Робиновича и собрались гости. Хозяйка мельтешит, кругом, пожалуйста, присаживайтесь, а вы кушаете, вы наливаете, а вы то, и подходит до Сары и говорит, Сарочка, пожалуйста, вы попробуйте пирожки. Какие пирожки? Ой, спасибо, Розочка, я уже три штуки съела. Ой, не три, а пять, ну кто их считает? Сеня, зачем вы трогаете мою грудь? Я ищу путь к твоему сердцу, дуреха. Парень прогуливался парком и вдруг видит на лавочке девушка одна, никого рядом нету, он подходит, так скромно присаживается и говорит, я прошу прощения, девушка, а вы курите? Она говорит, да. Он достает сигаретку, угощает ее сигареткой, прикуривает. Говорит, я прошу прощения. А скажите, вы пьете? Она говорит, да. Она достает бутылочку вина, достает одноразовый стаканчик и наливает вина. Говорит, я прошу прощения, девушка, так неудобно задавать следующий вопрос, но тем не менее отважусь. Она, да, 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 да. Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. А вы не забывайте о ваших комментариях, ведь наши призы ждут победителя. Ну а пока-пока.